Благия в жизнь и果shaped. Приди, вселися в нас, очисти нас всякие в скверных, спаси, блажная душа наша. Святый Божий, Святой Крепкий, Тебе Смертный, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава от Своей Сыну и Стому Духа на Непрестанке веков, Аминь, Отчая Наша, и Бесена Небесе. Досвятится имя Твое, да принесащися, так и будет воля Твое, Ханна Небесе на земле. Хлеб нашего Сущного дашь имя, и состав нам долги наше, и поднимайся, как правило, и благослови нас. И именство исключительно избавив нас от лукавого, который отца, отцу, силы и славы, снашины, Стоя Духа на Непрестанке веков, Аминь. Господи Иисусе, естественный Божий, молитвами причинствоваться Матери всех святых и благослови нас, Господи, Бог и Милостыр, к нам грешен. Имея Слава Веков, Аминь. Во Славу Божию, найдите себе каждое место, где быть. Дело в том, что я никому не сказал, с какой целью собираются. Я об этом молюсь уже не первую неделю. И где быть, где собраться, я даже это, кажется, знаю. Вы поглядывайте на свое. Тема реклама. Я быстро буду спрашивать, первый батюшка, а потом вы отвечаете, кто имеет. Поднимите руку и скажите. Скажите, почему нынешний в лагере ребятишек не было много, как в прошлые годы? Причина? Некому заниматься с ними. Да никто и не звонил, не сообщали. Ни в одну газету нигде не давали рекламу. Сначала находят, кому заниматься, потом рекламу давать. Не было рекламы. Каждый год я по газетам иду, по газетам, по радио объявляют. Никто не знал. Мне туда звонят, а лагерь работает? Нет, никто не знает. Вот и все. Хорошо, что не знали. Второй вопрос. Так понятно? Второй вопрос. Почему вначале, когда была Потеряевка, столько было людей, приезжали, спрашивали, хотели, сегодня ни одного нету? Причина? Реклама. Антиреклама. Да антиреклама никакой роли не играет. Антиреклама это тоже реклама. Мы молчим. Я тогда писал аргументы и факты. По аргументам и фактам Глушков приехал. Другие, ты. Я вел занятия в университете. Пришел оттуда ты. Этот в университете я вел занятия. Я не веду занятия. Прибыль, только идет убыль у нас. Убыль идет там и здесь. Что такое реклама? Я попросил Лену посмотреть в интернете. Вот она дала. Что такое реклама? Что-то тут, я не пойму, где у меня начало-то. Вот, вот листок. Вот он. Это самое, есть? Да, реклама. Ну вот, на, прочитай слух. Вот эти два куплета. Реклама от латинского рекламеры. Утверждать, выкрикивать, протестовать. Информация, распространенная любым способом, в любой форме, с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижении на рынке. И никто об этом не беспокоится. Никакой рекламы нету, нас никто не знает. Дело дошло до того, что уже пасти некому. Это вопрос. Я сказал, не больше 15 минут. В стране сегодня все радио, телевидение, все говорят, показывает, а ну, какая обстановка на востоке. Так вот, люди сейчас, говорят, зима, ни дрова, ни уголь, ни еды, у некоторых дома полностью разрушены, не знают. Направить туда письма, дать о себе знать, где это Прямурье, Прямурская область, запиши, Хабаровская область, и Аюрецкая автономная область, три, и в Москву, вплоть до президента, не менее 12. Сейчас мы документы подправляем, только сегодня мы его даем, вот эти адреса показать, куда мы адреса не знаем, там они в Барнауле могут поискать. Это или МЧС, или по, называется, иммигранты, приезжают где-то. Мы должны обратиться в администрацию, края одного, второго, третьего, и повторно, пройдет, допустим, неделя, нарастает, и нарастает там напряженность. Еще будет неделю возрастать только вода. А вот и мы. Есть ли такие люди? Есть. Особенно там на востоке. Мы были, когда нас спрашивали, куда нам переезжать, мы думаем отсюда переезжать, потому что такая обстановка без наводнения. Сейчас наводнение, оно как раз может играть нам в руку. Вот какой вопрос. Значит, Преамурия, Хаваровский край, Автономная республика, далее Москва, где это, ну, написать, главное управление, или как, поискали, чтобы наши там, Татьяна, управление по иммиграции. Что мы такие-то есть, у нас вот это, оно есть, ищем истинных соратников. Прошло 22 года, как мы начали с нуля восстанавливать наш родной поселок. Согласны с этим? Где не согласны, сразу скажите, мы ставку сделаем. Пока об этом деревенским никому не говорить, своим, скажи на ухо, я сказал Елене, чтоб молилась только, и все. Устав в деревне гласит, что строим православное поселение на христианских, православных, благочестивых, старинных, русских обычаях. Право на поселение может получить только тот, кто негде лжет, не курит, не пьет спиртное, не спирнословит, не ворует, живет по-христиански. Согласны. Начинали с палатки, получен статус, теперь есть электричество, храм, школа, девятилетка, филиал, земля, техника, дома. Живут от подсобного, уже от наводческого хозяйства и от огорода. От города оборудовало 150 километров. Написать в сторону Кулунды. По ЖД Кулунда. Напиши. По ЖД Кулунда. А дальше полный подробный адрес. Так, от сельсовета Корчино. Корчино. Сельсовета Корчино 15 километров. Это допечатаешь и снимешь копию, хотя бы 12. А так, от железнодорожного разъезда 4 километра. Железнодорожного разъезда под степлей. Мы как раз рекламу увидели, должна быть конкретизация, иначе, говорит, это не в вашу пользу будет. Вокруг березовые колки. Можно держать домашний скот, птиц, пчел. Что не указал. Так, в деревне есть священник, учителя, фермеры, электрики и другие специалисты. Рядом действует православный лагерь Стан уже 42 года. 41 год. Напиши. 41 год. Есть уже построенные дома для продажи. Вот этот вопрос, как будто бы, ну, Юго-Тебе скажут, и все. И, да, придется принимать. Кое-где может приедут люди потесниться, пока построится, как это делалось. А не так, что не подходи. Глушкова, может, в этот, герцотбор, приходи только управляйся, а жить есть где. Мамкин дом пустует. Так, желательно, чтобы люди были семейные, молодые и с детьми. Без разрешения ни в коем случае не приезжать. Категорически запрещено. Больше ничего. Контакт. Барнаулу строительный 62. Это вычеркнуть. Этого нету. Телефон в Барнауле. Это вычеркнуть? Контакт. Да. Напиши. 656 056. 056. Барнаулу 56. Улица Ползунова 6. Потому что дом тут разрушается. Его полностью уничтожают. Ползунова 6. Лапкин, Игнать и Тихоновичи. Напиши здесь. Ага, вот есть. Дальше, батюшкин телефон и домашний. Напишите, деревенский телефон. И телефон старости деревни. Так, добавляйте, что нужно. Молимся и расходимся. Я считаю, момент просто промедления, как говорится, смерти подобных. Сегодня там людей будут, тысячи людей, которые желают оттуда выехать. Это определенно. И есть люди нашего склада, характера, нашей наклонности, нашей веры. И мы тогда напишем, узнать, какие там районы есть, которые там под затоплением, чтобы Татьяне написать письмо. Завтра отдать. Вот этих копий, как с подправкой, сделай там 20 хотя бы. И разослать везде, вплоть до президента. И в Москву, кто там начальник, или как он называется, министр по МЧС, сейчас какой-то там новый поставленный. И он как раз выехал туда. Мы не знаем, что как будет. Я говорю, что у меня знакомый был один. Он был, как говорится, зав. Бионики. Академгородок. И вот, разославшись с женой, принял монашеский чин Глушенко Вячеслав. Лежит видение. И это видение он, оформив письмо, и послал Горбачеву. И Горбачев откликнулся. Он видит, что нужно разводить пасеку, там, где обазар. Полсопки нужно снять, будут жить монахи. Ульи будут здесь чистый экологический мёд продавать японскому императору. Присылают на вертолётах, приносят там трактора, всё, что надо, и дальше начинается работа. Совершенно невероятная. У него ничего не делается. Ему видение новое. У тебя не будет делаться, пока здесь не будет Игнатьев. Он срочно приезжает ко мне, как имя Никодим его. Ночью мы сидим в полчетвёртого. Я сразу помолился, я говорю, знаешь что, отец Никодим, суши сухари. Дальше я про него расскажу. Вот какие невероятные вещи бывают. А мы делаем всё открыто, как написано в рекламе. Чисто. Нас ни в чём нельзя звенеть. Вопросы. Значит, начинаем об этом деле молиться. Ну, так нельзя. Мы просто сами себя, говорится, закупорили и сидим. Рекламы нет, лагеря нет нынче. У меня рекламы нету сейчас. Прибыли там в общине нету. Умирают люди по мрень, в общину уменьшаются. Крестил по 15 человек, ни одного из Казахстана приезжает. Что тут доказывать-то? Это реклама. Реклама, то есть дать о себе знать. Мы даём знать очень и очень далеко, а рядом не знают. А сегодня момент такой в государстве, что прям необходимо туда написать. Значит, напиши, о чём написать, Татьяна. Приамурская область, Хабаровский край, автономная. найти по районам, обратиться к Вите, к Китериму, пиши, по районам, какие там есть. В каждый район, который бедствует там, послать эти письма. Оформить можно, как этот, вот, написать заголовок. Посмотри, может, как-то покрасивее. А нет, вот как есть. Отпечатай и с Игорем послать. Завтра, чтобы в начале работать. И напиши, срочно, пока там это беда. А наши письма придут, ещё наводнение не ушло. И Господь может, все молиться будем, коснётся сердце, и сам начальник выйдет и объявит. Понимаете, вот у нас тут верующие, видите, и вот есть люди, которые ищут. Может кто-то есть. Вот как может быть. Я знаю, час потерявки ещё не пробил. Он где-то будет. Это может быть или война, или наводнение, или ещё что-то. Сегодня пока наводнение. Так, если вопросов нет, благодарим Бога и расходимся. Так, против? Поздражаете или ещё? Нет. Ну, разумно, присаживайся, будут люди приезжать, у нас минимум пять домов свободных может сегодня заходить. Ну, не будешь же стоять этот Киличков дом? По порядку возьмём. Павел уходит, ему хоть 100 рублей предложат. Так, Игорь, возражение есть? Нет. Всё, молимся. Батюшка, совершенно верно. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, за Твою милость и к нам. За то, что Господь благословил нам за сего времени. Если угодно воле Твою святой Господи, Сам Господи, посуди наше дело это. Расположи сердца людей, Господи, утверди это место, Господи. Будь милостив нам, Брешник. Тебе, Господи, за все милости к нам, слава Тебе, благодарение, честь и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу. Я прочитаю ещё одно стихотворение. Оказалось, моё стихотворение, Лена его нашла. Вот послушайте. Серахов, 38-7. Всякий советник хвалит свой совет, но иной советует в свою пользу. Как ты нашла-то, это интересно. Рекламой бьют по оголённым нервам, что есть и пить, одеться и не болеть. И скидка там, обманется, кто первым. Не жизнь сплошной театр-карди-балет. Из тысяч нам предложенных услуг, так редко призвать встречи с Иисусом. Не будь же сам настолько глух и глуп, извечный враг наш выбор не подкусит. А что я сам в рекламу приписал, какой мой щит и надписи какие. При выборе полезного, как не попасть в просаг, чтоб враг и я, и в нас своих идей не скинул. Весь мир, как видится, не только мне, уже возможностей немало имеет войти в наш сайт и тотчас поумнеть. А сайт огромный и все еще полнеет. Мы агитируем, забрасываем письма давать знать о сайте драгоценном. Противники, вошедшие, внезапно скисли. Наш сайт божественный на целых сто процентов. Разрекламировать на разных языках, перевести и для иных на речи. Мы приглашаем всех на всех углах. Противники затихнут, возражать им нечем. Христос и Библия вкрапляются меж строк и даже между буквы и прочих знаков. Все, что не с ними, им станет поперек. Должно быть сброшено, а не их бы плакать. Плакаты спереди и сзади, как щиты, из указателей перстом на небо тычут. Такого я уже достиг с приставкой почти. Плакат бюро с отметкой отлично. И перекраиваю мысленно, что вижу, по два могущественных слова в словарях. Все остальное хуже, жиже, ниже. О них язык мозолить и не стоит зря. Десятого, девятого, девятого. Вопрос, Лена, как ты нашла это стихотворение? Я про него забыл. Я на форум зашла и на форуме слово реклама. Вот все, все начинаем молиться. Кто может, спасибо. Игнать Тихонович, а вы можете написать Татьяне Кузьмешне письмо? Вы? Вот это письмо, которое заложи, вот это вот, которое, вот это отпечатать, вот это. Это я поняла, это я отпечатаю. А вы прям, Татьяне, конкретно, что сделать? Пишу. А я пошла. Разрешу. А? Мне, ага. Что, все, решили? Езжайте с мамой, папу оставляйте дома. Давай, давай, освобождаем. Сейчас, есть свободы и дома. Ну, как, Приморский край, где там наводнение. Вообще, что они, что они хотели бежать оттуда, Виктор? Хотят уезжать оттуда, с Дальнего Востока, когда наводнение еще не было. Что? Пишите там же заполоняли. Вы видели деталь? А я там на Дальнем Востоке не езжу. А, в Мире, в Мире, в Мире, в Мире, ты ездил. Нет, Третьяков, Вадим Попов, Ивна Тихонцев, и Ураган. Ну, что, в самом деле, там такая обстановка. Ну, конечно. Покидается везде сейчас. Ну, везде. Куда теперь бежать? Там их миллионы, там на Дальнем Востоке. Он кишит. Ну, пускай они рядом живут. Кудыга ничего не притесняют, ведь ничего. Значит, им там... Ну, как, они закупают все земли, там эти фабрики, их совхозы, все китайцы берут, а эти люди достаются. Зачем? А работать они, значит, за даром. Китайцы, там их рабочая сила, это дешевая. Она же так не хотят, китайцев работать. Я считал 220 миллионов за чертой бедности в Китае. Они рады там за горстышку жить. Один уехал китайец из Таджикистана, 5500 рублей он у нас получает. Тот китайцам пишет, как здорово у тебя зарплата хорошая. Там Китай, там нищета вообще.